И на Днепре стоит Днепро, тут наши корни, тут истоки. В бывшем Днепропетровске, в Днепре сегодняшнем, построены самый большой на земле еврейский культурный центр. Вот именно от него, как корни и как ростки, будут распространяться. Я приветствую вас, неравнодушные зрители моего канала. В одном из комментариев под роликом, мне подсказали обратить свое внимание на один весьма примечательный момент. И когда я это увидел, то просто не устоял, чтобы не поделиться этим открытием с вами. Итак, три года назад на ютуб-канале Кабаре Веселый Песец вышел очень интересный клип под названием «Обращение Днепра в Израиль» по случаю 70-летия, то есть намерение за кулисы Днепр обратить в Израиль. В этом клипе. 18 апреля 2018 года Израиль отпраздновал 70 лет своей независимости. Днепропетровский театр КВН ДГУ был создан в 1994 году на базе команды КВН Днепропетровского государственного университета, основанная в 1987 году. А с 1999 года театр стал муниципальным и получает поддержку городского совета Днепропетровска. Адонулам, Ашер-Малак поймет в Днепре практически любой. В общем-то, КВНщики из команды Днепропетровского государственного университета шлют музыкальное поздравление всем коленям по случаю 70-летия независимости Израиля. Шлем поздравления всем коленям. Обязательно посмотрите это музыкальное поздравление. В нем открытым текстом планировщики оповещают о своих намерениях насчет Днепра. У нас один, у нас один меридиан. И в этом соль заключена, и в этом суть обнажена земля, что свыше нам дана, она ведь не всегда страна. А когда будете смотреть, внимательно слушайте текст. И проведя закрытый торг, Всевышний выделил им землю. Ну а я покажу вам всего один момент, когда нам на мгновение показали танк со знакомыми символами на нем. И плюс кашрут не нарушать, и плюс врагам давать люлей, не только на своей земле, научный поднимать престиж, готовить вкусно рыбу финиш, на место ставить весь ООН, и плюс, и плюс, и плюс, а он, а у него лишь пункт один. Не может быть! Один, один. Какой? Он простой, чтобы их хранить. Напомню, это было показано в апреле 18-го года. А операция началась в феврале 22-го. В связи с этим вопрос, как же так получается, что на российской военной технике нарисованы опознавательные знаки танков Израиля. Ну а тем, кто уверовал в то, что это славянская буквица, пора бы уже открыть свои глаза. На этом все. Пойду окунусь в любимый творческий созидательный процесс. Всех обнял. И да пребудет с нами сила прошлых воплощений. И любой человек из Нью-Яршалаима, который сейчас называется Днепро, до Одессы, сможет доехать на этом поезде, ориентировочно за 25 минут. Это добрая премьера. Так что будем жить и веселить, все до сих пор, пока он не пересмотрел. Спасибо! До кого? Субтитры подогнал «Симон»